Мороз и солнце, по мнению русского классика Александра Пушкина, ассоциируются с чудом и чем-то прекрасным. Именно такая погода ожидала горожан в день открытия предновогодних ярмарок. Несмотря на некоторую прохладу, настроение продавцов и покупателей задорное и радостное. И это не случайно. Красочные иллюминации, многочисленные разноцветные шары, мишура, атрибуты будущего года развощеки и бычки – все говорит о том, что скоро чудо войдет в каждую семью. Магические деревянные домики так и манят подойти поближе и купить сувенир для торжества. Настроение поднимается немножко, да. Много очень, смотрите, огоньков горит, немножко уже чувствуется праздничное настроение. Был бы снег, было бы получше. Пока только открылись, развесились, все поставили по своим местам, ждем покупателей. Конечно, пандемия коронавируса не могла не сказаться на сфере торговли. Ассортимент товаров пришлось закупать у ближайших соседей. Однако выбор достаточный – от типовых заводских игрушек до эксклюзивных вариантов, созданных руками мастеров. Со временем ярмарку предновогодних товаров дополнят елочные базары. Новогодние ярмарки пройдут с 1 по 31 декабря по улице Гоголя с 10 до 19 часов и с 4 декабря по 19 января на площади Ленина с 12 до 22 часов. На ярмарках будет представлена продукция как общественного питания, горячие напитки, кулинарная продукция, так и искусственные натуральные ели, сувенирная продукция, карнавальные костюмы. Несмотря на то, что открылись ярмарки в рабочий день, все же первые покупатели здесь уже были, чтобы выбрать что-то эксклюзивное и интересное. Хотя продавцы уверяют – предложенная ассортиментная линейка сможет удовлетворить запросы даже самых взыскательных покупателей. Все красочно, все красиво, все очень приятненько, веселенько, скажем прямо. Выбор есть? Выбор есть, конечно. Смотрите, выбор есть. Смотрите, какая везде красота. Естественно, есть и настроение. Всегда, в принципе, вот это вот все, оно и создает настроение. И, естественно, если в душе есть праздник, и наяву праздник будет. Продолжить череду предпраздничных мероприятий, открытие елок в районах и торжественное мероприятие у главной пушистой красавицы областного центра.